ПРОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Для тренерского же штаба пауза – это в первую очередь возможность перегруппироваться и помочь баскетболистам, образно выражаясь, набрать воздуха в легкие перед второй части сезона. Кадровые изменения не заставили себя ждать. Команду покинул Стефан Янкович. Так, последние месяцы основной движущей силой тьмоков был куда более скромный Джейсон Кларк. Я в порядке. Стараюсь всегда сохранять позитивное мышление и настроение. Даже с учетом того, что у нас тяжелый сезон, если смотреть на количество побед и поражений. Что касается моих продуктивных действий на площадке, то я бы не стал выделять себя из коллектива. Да, последние игры мне удаются. Я действую неплохо, но всегда есть куда расти. Хочется достичь самого высокого уровня, чтобы партнеры и тренер были уверены во мне на все 100%. Вызная игра со стамой по коронавирусным причинам с 15 января перенеслась на более поздний срок. Следовательно, пауза цмоков автоматически удлинилась. Естественно, сложа руки, никто в стане минчан сидеть не собирался. И коли уж наступил год тигра, парни на тренировках ведут себя аналогично полосатым хищникам. Даже будучи максималистом, все время должен оставаться реалистом и учитывать все факторы, которые влияют на результат. И я повторюсь, что конкретно к ребятам никаких претензий не имею, поскольку понимаю, на каком уровне им приходится соперничать. И понимаю уровень нашего потенциала, уровень нашего мастерства. Поэтому наши козыри – это бойцовские качества, самоотдача. И должны быть в максимально хорошей физической форме, чтобы навязывать борьбу в каждом конкретном поединке. И добавить все-таки нам нужно в качестве, особенно в качестве, я бы сказал, в игре в защите. Чтобы выиграть в единой лиге ВТБ, нам нужно просто все 40 минут выкладываться на 100%. И нельзя играть нестабильно. Вот первая четверть хорошо, вторая четверть как-то так. Поэтому если мы будем играть стабильно все 40 минут, только тогда можно будет рассчитывать на победу.